Микс Ньюс. Добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Буквально минуту тому назад пришла по ленте информационная новость, помеченная красным, что в стране введена чрезвычайная ситуация решением Кабинета Министров на срок с 9 ноября, то есть с понедельника, до 29 ноября. Сейчас у нас в гостях исполнитель директора Балтийского форума Александр Васильев. Не скрою, что мы планировали, конечно, говорить о главном мировом событии выбора президента США. Мы обязательно это сделаем. Ну, может быть, раз вот такая горячая новость пришла. Александр, ну, задам вопрос, может быть, даже просто как жителю Латвии. Ты поддерживаешь вообще введение чрезвычайной ситуации или это чрезмерно? Ну, во-первых, я не знаю, поздравить наших сограждан или наоборот выразить соболезнования. Но я как раз накануне разместил на своём фейсбуке пост, посвящённый именно этому вопросу. И та ситуация, которая сейчас складывается в стране, когда стремительно растёт, даже дело не в количестве заразившихся, а оно бьёт все рекорды по Латвии. По-моему, сегодня 367 человек новые, заразившиеся ковидом, и семеро из них, к сожалению, ушли в мир иной. Но главное-то не это. Главное то, что мы достигли пика подготовленных, ранее подготовленных мест для их размещения в больницах. Было заготовлено 250, сейчас уже 258. И, насколько я знаю, не только больницы готовятся к открытию, как Галлизер закрывает плановый приём и открывает ещё одно отделение для больных ковидом. Но вчера, не знаю, насколько это звучит анекдотично, владелец выставочного зала Кипсала предложил свой выставочный комплекс для размещения больных ковидом. Вот в этом смысле, возможно, какие-то чрезвычайные меры, они необходимы. Пока это только главная новость, чрезвычайное положение введено, теперь надо будет взять и открыть, прочитать, внимательно прочитать, что это будет для нас, для жителей Латвии, означать. Потому что не секрет, что в правительстве были жаркие споры. Сегодня заседание шло с утра, и вот фактически закончилось только что. И какой, в конце концов, члены кабинета министра Кришна Каренса, к какому пришли компромиссу, надо будет посмотреть. Но, безусловно, я не из тех людей, которые как-то принижают, наверное, опасность. Лучше, наверное, всё-таки… Перестраховаться, да? Хотя это даже сейчас уже не перестраховка, мы видим, какая ситуация у нас. К сожалению, ситуация настолько тяжёлая, что если ты, не дай бог, ты или твои близкие заболеют, то можешь оказаться, что тебе некому будет оказать эту помощь. И врачи могут оказаться уже в ближайшие дни и оказаться в такой ситуации, когда они должны будут выбирать, кому они смогут оказать помощь, а кто, к сожалению, будет предоставлен сам себе. То есть фактически по законам военного времени? Ну, тут я даже не знаю, закон военного времени или какие-то этические, христианские ценности, но выбор этот, конечно, будет не из лёгких. Да. Вот тогда, может быть, такой вопрос. Я знаю, что совсем недавно была такая интересная, такой телемост, я так понимаю, Санкт-Петербургским университетом по поводу экономики. И я так понимаю, что ты готовил тоже доклад об истории экономики с конца 80-х по наше время. Вот поэтому такой, может быть, экономический вопрос. Ведь почему, как я понимаю, медлили всё время с введением ЧАЭС, потому что это стоит денег. То есть государство, образно говоря, должно открыть кошелёк, начать выплачивать пособия, поддерживать бизнес. Вообще мы способны это в длительном периоде делать? Ну, хорошо, три недели, возможно, мы протянем, ну, месяц-два. Дальше что? Ну, здесь очень-очень большие вопросы, и не зря, значит, долго спорили. Если говорить сейчас о статистических данных, то они весьма для нашего правительства тревожны. Как бы Хришин Каринч месяц назад, по-моему, чуть больше месяца назад заявил, что денег будет из Европы прислано очень много. Но это был какой-то парадокс, или, может быть, мы что-то недопонимаем, когда тебе глава правительства говорит, «Мы зальём миллиардами», и, с другой стороны, тут же министр финансов говорит о повышении налогов, и сейчас обсуждается бюджет, и мы знаем, что налоги будут увеличены по целому ряду, по крайней мере, по четырём, по пяти позициям, очень важных, которые затронут довольно большое, если не полностью все население, то значительную его часть. Дело в чём, что в прежние годы плановые цифры наполнения бюджета всегда перевыполнялись. Они перевыполнялись на суммах более полумиллиарда. И всегда рапортовали о том, что всё у нас в порядке с наполняемостью бюджета. Сейчас выясняется, по последним данным Минфина, налоги не собираются в том объёме, и нам уже не хватает, если я могу ошибиться в точности цифр, последние данные за 9 месяцев уже 537 миллионов. То есть более полумиллиарда не хватает. Естественно, поэтому в ожидании, может быть, в ожидании потока этих денег из Европы, может быть, правительство и вынуждено сейчас ограничивать и повышать, ограничивать свои расходы и снижать свои расходы и повышать налоги. И вот здесь вот интересная, наверное, аналогия с экономикой, которая происходила во время кризиса 2008-2009 года. Тогда Валдес Домбросский в рамках своей истории успеха по рекомендациям Международного валютного фонда быстро срезал вот эти вот расходы, существенно ограничил расходы госаппарата. Многие служащие тогда потеряли свои места работы. И, значит, таким образом в режиме жёсткой экономики вроде как будто бы Латвии удалось достаточно быстро выйти из этого кризиса. Сейчас, кстати говоря, возвращаясь к этому эпизоду, никто, собственно, по этому пути из европейских стран не пошёл. И сейчас, когда спрашивают, что именно цифры падения, а за второй квартал экономика потеряла почти 9%, и мы, скорее всего, по итогам года, скорее всего, выйдем как минимум минус 5, а то и минус 6% ВВП с учётом особенно второй волны, получается, что мы должны были бы использовать этот механизм, этой, в кавычках, «историей успеха». Но нынешнее правительство, которое фактически состоит из тех же людей и у руля те же партии, говорит о том, что не надо, наоборот, ограничивать тот же государственный аппарат. И мы видим, что доходы общественного сектора растут. Это абсурд, когда по статистике общественный сектор, средняя зарплата в общественном секторе растёт быстрее, чем в частном секторе. И она продолжала расти и в первом, и во втором квартале, на который пришлась главная волна, значит, первая волна ковида. И сейчас средняя заработная плата, если мне не изменяет память, на середину года – это 1118 евро. И вот здесь, конечно, многие наши сограждане скажут, ну как же так? Как же так? Вот моих родственников кого-то уволили, и безработица очень сильно, особенно в это время, подкосила доходы многих. Кого-то перевели на неполный рабочий день и, естественно, сократили расходы. А вот работа средняя растёт, средняя зарплата растёт. Но в упор, видимо, идёт о том, что всё-таки средний, удельный вес людей, бюджетников и служащих становится всё больше. Их зарплаты не снижаются, а многие в борьбе, и я думаю, что сейчас пресса как раз многие вопросы эти рассматривала, и становилось достоянием гласности то, что выписывают себе премию, говорят о том, что мы успешно боремся с ковидом. Но, в принципе, да и не волнуйтесь, скоро денег будет столько, что… Да. Вот ещё может быть такой вопрос, ну что, всё, закончить эту тему. Сейчас мы видим, что серьёзные разногласия возникли в правительстве, и это весьма печально, потому что в тот момент, о чём ты сказал с самого начала, когда действительно растёт смертность от ковида, и каждый день такие шокирующие цифры по числу заражённых, в правительстве, мягко говоря, согласия нет. Они публично вот там демонстрируют такой вот раздрай, если так можно сказать. Нет, ну в данной ситуации, когда видим, что есть европейские стандарты, если количество подтверждённых заражённых превышает 4% от всех протестированных, а у нас сейчас 5,1%, значит эпидемия принимает неконтролируемый характер. И, естественно, скоро общественность будет задавать эти вопросы. Когда, значит, койко-место в больнице переполнится, врачей сейчас уже и медсестёр уже давно не хватает, начнут задавать неприятные вопросы не только министру здравоохранения Илзе Винкеле, но и тому же премьеру, куда вы смотрели. Что вы делали летом? Почему вы были уверены, что второй волны не будет, хотя все предупреждали, что на осень придёт новый всплеск, и который, если судить по этим графикам, он во много раз превышает по вот этой вот стремительности роста, то, что было, значит, весной в начале лета. Почему вы ничего не сделали? И, естественно, когда ты находишься в режиме как бы даже паники, когда ты не знаешь, что предложить, когда ты кидаешься от одних мер к другим, и когда ты фактически понимаешь, что ты можешь какими-то только запретительными мерами попытаться преодолеть вот эту эпидемию, начинается раздайсовом правительстве. И здесь, наверное, возникают, наверное, личные обиды. И недавно как бы эти люди были в одной партии единства, потом они раскололись, причём этот бракоразводный, так скажем, процесс между новым единством и теми же нынешними сподвижниками министра здравоохранения Илзе Винкеле, а тогда Илзе Винкеле выходила из партии, как мы помним, единство с большим скандалом, начинает высказываться как бы и вот такой субъективный фактор. И фактически, я думаю, что если ситуация с эпидемией будет ещё более, а скорее всего так оно и будет осложняться, то вот эти субъективные факторы, вот эти вот давние обиды, они, хочешь не хочешь, выйдут на первую сторону. И тогда проиграем все мы. Потому что если правительство теряет единство в период серьёзного кризиса, то это, наверное, самое худшее, что может произойти. Да, вот может быть, тем, как мы перейдём к анализу итогов президентской ФБР, итогов до сих пор нет. Ну, в принципе, понятно, что перевес сейчас на стороне Байдена, но официально он ещё не победил. Вот, может быть, забегая вперёд, сразу такой вопрос задам. Вот от того, кто будет президент, зависит, не знаю, отношение между Латвией и Россией. Я почему спрашиваю? Думаю, наши радиослушатели, которые следят за политикой, наверняка знают, что Балтийский форум, исполнитель директором которого ты являешься, очень большое внимание с момента его создания Балтийского форума именно уделял налаживанию мостов между Россией и Латвией, между Балтией и Россией. И для нас, конечно, это очень важно, потому что при всём уважении к Америке всё-таки не мы с ней, мы не с ней граничим, а с Россией. Ну, да, мы с ней не граничим, но ни для кого не секрет, что руководство нашей страны очень внимательно прислушивается к рекомендациям из-за океана. И, к моему сожалению, может быть гораздо внимательнее, чем к рекомендациям из того же Брюсселя. И поэтому, что случится и какая произойдёт смена президентской администрации в США, наверное, будет зависеть и то, какие отношения сложатся не только между Соединёнными штатами Америки и Россией, но и между Латвией и Америкой, фактически, как самой могучной страной, самым верным, наверное, как мы считаем, союзником мы являемся. Но я бы здесь не ставил, наверное, не ставил бы какие-то вопросы и рано ещё слишком делать анализы. Потому что Латвия, она и в российской, наверное, политике внешне играет, наверное, в приоритетах, где-нибудь в третьем, в конце третьего десятка. Но я боюсь, что многие работники, ответственные работники Госдепа в Вашингтоне, наверное, не знают, где это находится Латвия и чем он отличается от Литвы или от других стран. Поэтому я думаю, что далеко не сразу мы ощутим разницу в подходах. Я думаю, что наш МИД ждёт победы Байдена. И я думаю, что они надеются на то, что вот это немножко пренебрежение как бы союзникам, которые откровенно демонстрировал нынешний президент Дональд Трамп, она немножко нервировала и заставляла, может быть, ну как бы находиться постоянно в каком-то несколько подвешенном состоянии. Я думаю, что наше министерство теперь будет, если всё-таки Байден и его администрация придёт к власти, она будет более уверена в более прогнозируемых отношениях между нашими странами. Но я бы здесь поднял бы совершенно несколько другой аспект. Кто бы не победил, Трамп или Байден, победит геронтократия. И вот это вот очень интересный момент. В Соединённых Штатах Америки это называется тиранией 70-летних, когда во главе государства и основные противники, и соперники, которые не только борются за главный приз, за президентское место, мы видим им далеко всем за 70, но и люди, которые руководят Конгрессом, а Конгресс составляет важную составную часть властных полномочий и уравновешивает, там тоже люди, кому уже далеко за 70, а многим и уже и за 80. И вот это создаёт очень опасный прецедент о том, что фактически американцы оказались в той ситуации, когда они надсмехались над бывшими советскими лидерами и говорили о том, что эти кремлёвские старцы не в состоянии адекватно руководить огромной сверхдержавой. В данном случае ситуация как бы складывается несколько вот такая на складочных США в Соединённых Штатах Америки. И вот здесь возникает вопрос, не появится, не выскочит ли вот такой, как чёртик из-за их спины, в конце концов, американский «Горбачёв» в кавычках. И здесь бы я, может быть, даже больше присмотрелся, если Байден победит, к вице-президенту женщине, которая относительно молода, у которой есть горячая кровь, смешанный коктейль из, по-моему, ямайской, латиноамериканской и так далее. И если эта женщина станет во главе Вашингтонского болота, то, может быть, ей удастся гораздо быстрее его осушить, чем то, чем угрожал ему Дональд Трамп. Вот, ну, может быть, действительно, это дело американцев, но так вот, если смотришь со стороны, что два убилённых сединами человека, конечно, хорошо, что на пост главы государства претендуют люди с большим жизненным опытом, но, если я не ошибаюсь, господину Байдену 78, ведь это не страна. Дорогой Леонид Ильич, уже два года как лежал у Кремлёвской стены. У Кремлёвской стены. И потом, ведь мы понимаем, что, к примеру, это Латвия, парламентская республика, и президент, да, имеет определённые полномочия, но они не сопоставимы вот с теми полномочиями, которые есть у президента великой державы, может быть, страны номер один Соединённых Штатов. И действительно, может быть, ты прав в том, что действительно уже стоит бросать взгляд на второго человека, да? Ну, к сожалению, никто сейчас не может дать гарантии. Многие подозревают о том, что у Байдена серьёзные проблемы со здоровьем. И это показали ему выступления. Что-то неудивительно при таком возрасте. Да, это неудивительно при выступлении, когда он путался в фактах, забывал какие-то очевидные вещи. И забыл, как зовут его оппонента, да. Это было, конечно, очень удивительно. Ну, будем считать, что это, наверное, как бы нервное перенапряжение во время ответственных дебатов. Но может получиться так, что пройдёт совсем немного времени, и он, как Папа Римский Бенедикт XVI, скажет спасибо. Но я всё-таки, наверное, принимаю такое ответственное решение, уеду доживать свои последние, дай Бог ему здоровья, конечно, годы на своё ранчо. Поэтому в США роль президента очень значительна. И от того, кто... Ну, возможно, это не роль, конечно, генсека в бывшем Советском Союзе, но от того, кто занимает этот пост, зависит внешняя политика и многие аспекты внутренней политики. Но здесь бы я ещё хотел бы сказать то, что то наследство, которое оставляет Дональд Трамп Байден, если, конечно, эта смена власти произойдёт, оно вызывает большие сомнения в том, что преклонного возраста президент с ним справится. Это те... Фактически страна стоит, очень близко стоит к порогу раскола. Даже некоторые говорят о гражданской войне, когда рушатся основы Соединённых Штатов Америки, которым американцы, и мы это прекрасно видим по фильмам Голливуда, гордятся. Это отцы-основатели, это законопослушание, это конституция, которой они гордятся, это их демократия, которая лучшая в мире. И вот когда президентские выборы демонстрируют, наверное, удивительные для нас стандарты, возможно, вот этих вот... Ну, я не хочу сказать, не будем вмешиваться, наверное, в ход выборов, но я думаю, что если бы такое количество, значит, голосования проходило по почте, как в Соединённых Штатах Америки в этот раз, то многие бы в Соединённых Штатах Америки говорили, что эти выборы в странах постсоветского пространства полностью нелегитимные. И, к сожалению, это так. И письма продолжают приходить, их продолжают учитывать, причём они были разосланы в гигантских, в данном случае, масштабах, и уже находятся случаи, когда люди, давно умершие, участвуют в голосовании, что ставят действительно под сомнение. И здесь я бы назвал это так, что Трамп не проиграл эти выборы, а победа Байдена, если она всё-таки состоится, она кажется первой. Да, вот это тоже хорошее, может быть, такое заявление, в какой-то степени громкое, но учитывая вот всю ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем, вполне реальная. Александр Васильев, на студии, привёмся буквально пару минут, не переключайтесь. Александр Васильев, на студии, исполнительный директора Бартийского форума, мы здесь в прерыве тоже обсуждали, конечно, опять-таки, здесь, наверное, стоит оговориться, что это дело американцев, кого они куда избирают, но вот то, что Александр напомнил, что ведь не только Байден и Трамп, ну, достаточно уже в таком зрелом возрасте, пожилом находятся, но, я так понимаю, глубокими пенсионерами являются и руководители Конгресса и Сената, так я понимаю, да? Да, безусловно. Там тоже под 8 лет. Нэнси Белоси руководит Палатой представителей 80 лет. Берни Сандерс, который был Байденом конкурентом, ему также уже 79 лет. Значит, руководитель, руководитель, значит, сенатского большинства, от республиканцев, по-моему, ему 86 лет. Ведущий сенатору демократов 85 лет. То есть, это вот та геронтократия. Но здесь есть вариант мнения китайцев. Они как бы очень так более спокойно к этому делу относятся и говорят, что ничего страшного. Есть команда, да? Нет, дело не в этом даже. Они говорят, что вот, посмотрите, люди, которые находятся в возрасте за 70, они как бы вырастили детей, вырастили внуков. У них уже есть определённое материальное состояние. Их уже не интересуют какие-то приключения на сексуальной почве. Интриги не интересуют. Они могут есть кашку на обед, на завтрак, пить кефир и думать о будущем народа. В этом есть смысл. Великий реформатор Дэн Сиаопин до последнего своего... Ему было далеко за 80, когда он фактически, последнее слово в любых вопросах оставалось за ним. И таких примеров можно найти, наверное, немало. Но дело в том, что действительно, в данном случае, если президентом ставит Байден, то вот здесь его проблемы со здоровьем, они вызывают действительно, наверное, гораздо большие проблемы. И вот этот второй момент, сможет ли он справиться со сложными внутренними проблемами. А у них, кроме экономических проблем, по-моему, во втором квартале экономика упала на треть, на 33,2%. Растёт безработица, она очень сильная. И на это накатывается ещё возможность серьёзных, массовых беспорядков, когда будет не только на улицах царить активисты Black Lives Matter, но и, наверное, на этот раз сторонники Дональда Трампа выйдут на улицы и скажут, почему у нашего президента украли эту победу. И, как правило, они, благодаря второй поправке Конституции Американской, обладают хорошо вооружены. И в этом случае это может дойти до очень серьёзных проблем вовнутри самых Соединённых Штатов Америки. Да. Всё-таки, возвращаясь к этому избирательному процессу, надо, наверное, напомнить нашим радиослушателям, что подсчёт голосов продолжается. И кто-то уже сказал, что даже подсчитывать будет до 10 ноября. Поэтому вот это необходимое количество вот этих выборщиков, чтобы уже сказали, что один или другой победил, пока ещё нет. Хотя Байдену остаётся всего там ничего. Шесть голосов. Ну, да, это и необходимого количества. И, тем не менее, вот возникает вопрос, что, ну, Америка вроде бы опло демократии. И мы знаем, что многие страны не ориентируются. Но если так вот даже спросить, а что бы Латвия могла бы взять на вооружение избирательной кампании, то, я не знаю, мне даже ничего в голову не приходит, а что мы могли бы использовать тут. Какой-то вообще непонятный хаос, огромное количество миллионов по почте в наше время. Ну, в общем, неясно. Не, ну здесь, наверное, идёт разговор о том, что я хотел бы, Абик, поправить. Тебя 10 ноября ничего не кончится. Да, конечно. В более серьёзном масштабе повторится ситуация 2000 года, когда выбор, кто будет, Альберт Горр или Джордж Буш-старший, решалась во Флориде. Нет, Джордж Буш-старший тогда. Младший, да, извиняюсь. Во Флориде, значит, в суде. И тогда всё решили 537 человек, которые перевесили те 900 тысяч, которых Альберт Горр получил больше в общем числе. В данном случае судебные процессы, и Трамп об этом сказал абсолютно однозначно, пройдут уже в четырёх штатах. И никто не даёт гарантии, что они закончатся не к концу ноября, они даже могут не закончиться к 12 декабря, когда выборщики должны будут сделать свой выбор. Это первое. Второе, надо понимать о том, что избирательная система Америки, они придерживаются этой, значит, своей консервативной системы, она относится к ценностям конца XVIII века. Это не прямая демократия, это демократия посредственно через выборщиков. И если бы ещё выборщиков избирали пропорционально в каждом штате количеству полученных голосов, но нет, победитель в штате, если он даже получил десятые доли процента, а вот это сейчас и происходит в каждом из поставших четырёх штатов, получает всё. Вот эта система, когда ты можешь по почте, не предъявляя никаких как бы своих подтверждений, документальное подтверждение своему голосованию, можешь взять бюллетень, который тебе в массовом порядке пришёл по почте проголосовать за свой дедушку, бабушку, за своего зятя, я не знаю, там за взрослых своих детей и отправить по почте. И подтверждением будет только лишь штамп на этом, штамп почты на этом отправлении. В нашем случае вот это всё в нашей как бы избирательной системе, а мы её тоже, наверное, вполне справедливо критикуем, но это, наверное, как бы за гранью нашего восприятия. За гранью восприятия латвийской избирательности, да и европейской в том числе. Я думаю, что здесь Абик, ты абсолютно прав, но мы можем только смотреть и думать о том, что, наверное, всё-таки в данном случае при всех недостатках, наверное, наша избирательная система больше соответствует демократическим нормам, чем американская система, избирательная система, которая, возможно, за счёт только большой рекламы, как бы, и статуса великой, великой, самой могучной мировой державы, до сих пор вот сохраняется такой имидж. Да. Вот всё-таки мы понимаем, что обычное предвыборное обещание, и даже в Соединённых Штатах, где давние демократические, то это не всегда совпадает вот с реальностью. Далеко не всегда. Мы знаем, что Байден много чего обещал. Понятно, что в ходе подробной кампании он пытался создать какой-то там противовес, если там, не знаю, что-то делал Трамп так, он говорил, что я сделаю иначе. В том числе это касалось и целого ряда таких внешнеполитических вопросов. И в связи с этим, как мы знаем, уже определённые латвийские политики, чаще всего правые, уже начали говорить, о, какое счастье, если Байден победит, всё будет, правда, непонятно, что в результате будет. Вообще, есть понимание, какой может быть внешняя политика Байдена или, может быть, его окружение? Да, вот, есть понимание? Ну, я бы здесь всё-таки как бы подождал, Даже по отношению к России, да? Даже по отношению к России. Байден как-то более жёстко настроен по отношению к Москве, может быть, в пику Трампу, но тем не менее. Нет, ну, во-первых, Байден долгое время, когда он был в команде в администрации Барака Обама, отвечал за такую ключевую страну на постсоветском пространстве, как Украина. Вокруг этого было очень много скандалов, которые стали мы как бы свидетелями, но об этом промолчали ведущие американские СМИ. Многие коррупционные скандалы, которые не просили бы никому, но просили ему в Штатах Америки с Украиной. Я думаю, поэтому его администрации, он, в принципе, достаточно хорошо владеет информацией по Украине, поэтому я думаю, что он как бы через вот эту призму будет рассматривать ситуацию политическую. По Украине особенно он хорошо владеет. Да. Вот. Будет смотреть и на события политические и в России, и в Белоруссии, что очень важно. И, возможно, и в ряде в Кавказских республиках, где мы видим тоже очень-очень неспокойно, да и что говорит неспокойно, идет война, откровенно говоря. Вот. Единственное, что в данном случае наши российские коллеги успокаивают себя, что он все-таки высказался за сохранение последнего, последнего плота, ограничающего гонки вооружения, СНВ-3. Он согласен его продлить. Это важно. Неизвестно, с какими предварительными условиями это будет оговорено, но, по крайней мере, он это высказал откровенно и в достаточной степени точно. Наверное, это очень важно в данном случае, но что и какие приоритеты будут, мы только узнаем тогда, когда будет сформирована его команда. Мы прекрасно видели, что у предыдущего, как бы нынешнего президента Дональда Трампа, вот эти внешние политические аспекты менялись очень сильно, когда он менял госсекретарей или менял советника по национальной безопасности. и многие сейчас говорят о том, что его кадровая политика и часто его чехарда, когда он людей менял, не заботясь, может быть, о каких-то логических основаниях или просто под влиянием минутного какого-то увлечения. И тот же Болтон, который долгое время играл решающую роль в вопросах безопасности и внешней политики внес, наверное, очень много негатива в эти отношения. Я бы все-таки подождал бы и делал бы далеко идущие планы, когда, по крайней мере, закончится целая серия судебных процессов, которые будут, безусловно, оспорены. Ну и кроме того, я думаю, что Дональд Трамп, если он проиграет, он такой человек, когда он, уходя, громко хлопнет дверью. Просто так он не сдастся, да? Он не сдастся и что это будет? Ну, я не знаю, можем ли мы запастись большим количеством попкорна и наблюдать, но те, которые все-таки находят в себе в это тяжелое время, находят возможность следить за этими событиями, они получат истинное удовольствие. не могу не спросить, мы буквально пару слов успели перекинуться до эфира по поводу Балтийского форума, который действительно оставил заметный след, я надеюсь, еще оставит вообще в истории, можно сказать, экспертного сообщества, народной дипломатии, как хотите называйте. Я знаю, что есть даже такая идея, эксперты Балтийского форума сейчас уже начинают анализировать, какой будет мир после пандемии. Сейчас, конечно, многие начнут усмехаться и говорят, надо еще дожить до этого светлого момента, но, я так понимаю, уже светлые умы думают о том, как мы будем жить после пандемии, как вообще изменится мир. Ну, тут, я думаю, что об этом постоянно мы сейчас на связи с нашими российскими и не только российскими коллегами и постоянно проходят конференции и круглые столы с ведущими, в том числе российскими вузами, такие как ГИМО и Санкт-Петербургский университет по самым широким кругом вопросов о том, что происходит сейчас в наших странах и что ожидать в ближайшем будущем. Вот, возможно, даже вот эта возможность виртуального общения, она даже как-то упростила многие вопросы и начинаешь входить как-то во вкус. И другое дело, что сейчас находится в макетировании книга нашего президента Яниса Урбановича, президента Балтийского форума Яниса Урбановича и председателя наблюдательного совета Балтийского форума Игоря Юргенса, которая именно посвящена этому вопросу, каков мир будет после ковида. Потому что вот то, как ковид, я не знаю, как пинок нам всем нас заставил и не только молодых людей среднего возраста, но даже пожилых заставил обратиться вот в онлайн, что называется, и многие черпают не только информацию, многие теперь живут там в онлайне и вынуждены продолжать жить в онлайне. он меняется стремительно, меняется, значит, поэтому меняется политическая жизнь, её приоритеты, меняется экономическая составляющая, и наша общественная жизнь становится всё более как бы дигитализирована. Поэтому в принципе самое время сейчас задуматься о том, что мы будем и как мы будем жить. Единственное, что мне кажется ненормальным в этом случае то, что существуют большие проблемы с образованием, удалённым образованием. И если наш парламент примет закон, который сейчас окончательном чтении примет закон, который сейчас настоятельно значит протаскивает Министерство образования и науки о том, что удалённое образование при всей неподготовности это не чрезвычайная мера, а это будет естественным составляющим процессом и после ковида, вот это вызывает у меня вполне законные обоснования опасаться того, что потеряются многие важные не только учебного процесса, можно как бы обучить многое, не имея прямой контакт с учителями, с преподавателями, со своими одноклассниками, но на школе очень многое завязано, в том числе воспитательных процессов, вопросов не наполнения знаниями, а создание, может быть, сознательного члена общества, воспитательных вот этих моментов, и если мы потеряем эту важную составную часть учебного процесса, то я не уверен, что следующее поколение детей сможет однозначно научиться работать не только со своими сверстниками, но и потерять связь с предыдущим поколением, а это очень опасно. Сложно даже с этим не согласиться, потому что есть такое ощущение, может быть, эта пандемия как-то повлияла, когда почему-то кажется, что раз дети что-то делают, и учителя что-то делают в виртуальной среде, то это и есть качественное образование. Мне кажется, что мы сами себя обманываем и успокаиваем, да? Ну, здесь надо больше, конечно, дать возможность говорить специалистам. Но есть тревога, я забыл. Безусловно, есть тревога, потому что мы вынужденно перешли на образование. Но это показатель образования первой волны показал, что это жуткий стресс не только для учащихся, не только для педагогов, но и для родителей. Если у тебя есть отдельное помещение, есть компьютер, нормальный высокоскоростной интернет, и ты как родитель можешь помочь своему сыну и при необходимости дать ему репетитора, ты этот прессинг можешь вытерпеть. Мы прекрасно знаем, что многие наши сограждане живут совершенно в других сестинительных условиях, и жилищных, и материальных. Они не имеют возможности обеспечить вщербный процесс. Значит, эти люди, будущие наши сограждане, однозначно окажутся в более невыгодных условиях. И растит сейчас фактически будущий люмпен-пролетариат, назовём это так, но это по крайней мере очень недальновидно. Можно, как сейчас делало правительство, обязать самоуправление, обеспечить учащихся и учителей компьютерами или скоростным подключением интернета. Но дело даже не в этом, дело в том, что фактически это новое дело, не разработаны методики обучения удалённого фактически, не готовы преподаватели, а многие, мы прекрасно знаем, что многие преподаватели, они преклонно, назовём, предпенсионные пенсионного возраста, которые, ну, как бы сказать, навыз компьютером, и для них элементарные вещи, которые естественны для их учащихся, находят у них, приходят их в дикий ужас. Какой же авторитет будет тогда этих учителей, этих преподавателей у учащихся в дальнейшем? Я думаю, что вот эти многие вопросы, на которых наши парламентарии и наши чиновники это образование не могут дать и не дают ответа, они окажутся вот здесь, как ни в каком другом деле, вот дьявол кроется в этих деталях. И если мы их не решим, а фактически я не вижу желания решить этих проблем, я думаю, мы стоим перед очень серьёзным кризисом в самое ближайшее время и в отдалённой перспективе особенно. Александр Васильев, у нас был в студии, исповедитель директора Балтийского форума, большое спасибо, ну, не на очень, естественно, оптимистическом ноте мы завершаем, но и нет пока оснований, зато реально, да, спасибо большое. До свидания. »